МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый хочет заглянуть в будущее и узнать, какие события ожидают нас в ближайшие дни. На многие вопросы поможет ответить гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков Зодиака. В эфире программа «12 созвездий». Здравствуйте! Вначале общий прогноз для всех знаков. Луна убывает и находится в третьей фазе. Прекрасный период для завершения дел. С 14 по 20 ноября представители всех знаков почувствуют перепад энергии. В понедельник и во вторник ее будет в избытке. На это время и планируйте важные дела. А во второй половине недели необходимо немного сбавить темп. Итак, Овны, на этой неделе у вас появится возможность завершить давний проект и даже получить материальное вознаграждение. Понедельник обещает быть утомительным и сумбурным, но это не помешает продолжить трудовые подвиги и достичь высот. В четверг придется отстаивать свои интересы перед начальством. Используйте свой богатый профессиональный опыт и красноречие. На выходных вас могут порадовать интересные встречи и знакомства. В воскресенье постарайтесь выделить немного времени для домашних дел. В противном случае они станут проблемой. Тельцы. Планы на эту неделю должны быть реалистичными. Все успеть точно не получится. Отбросьте ложную гордость и примите необходимую помощь. Будьте внимательны. Не пропустите важную информацию, от которой, возможно, зависит ваше ближайшее будущее. Постарайтесь избегать разногласий в семье. Сломанное восстановить будет непросто. Лучше не рисковать. Радуйтесь тому, что имеете. Близнецы, на этой неделе не делайте скоропалительных выводов и не торопитесь с однозначными оценками. В середине недели возможен некоторый спад активности в интеллектуальной сфере. Но это будет носить временный характер. Нестандартный подход к ситуации позволит вам справиться с любой проблемой. Вам предложат нечто новое и интересное в профессиональной сфере. Обстоятельства в конце этой недели могут потребовать от вас большого внимания семейным делам и хозяйственным хлопотам. Но выходные вас ждут домашние радости. Для раков на этой неделе желательно не отступать от намеченного плана. Вам пригодятся такие качества, как усидчивость и сосредоточенность. Проявите большое внимание к деталям. Отложите все эксперименты с внешностью. Вы так хорошо выглядите в среду. Чтобы избежать двусмысленных ситуаций на службе, постарайтесь говорить только о работе. Утро воскресенья – хороший момент для построения планов на ближайшее будущее вдвоем с близким человеком. Львы, вам предстоит сдерживать натиск излишне назойливого и требовательного окружения. Необходимость хранить некую тайну может создать внутренний дискомфорт. Но данное вами слово должно остаться нерушимым. Со среды настроение улучшится, повысится тонус, и вы сможете действовать активно и решительно. В четверг отношения с коллегами могут осложниться. Не беспокойтесь, это явление временное. В выходные дни никто, кроме вас, не повысит настроение близким людям. Старайтесь подавать пример жизнерадостности. Девы сейчас целеустремленные и собранные, потому что настало важное время, позволяющее раскрыть себя в профессиональном плане. Постарайтесь сосредоточиться на главном и не тратьте свои силы на мелочи. Избегайте конфликтов с начальством. Позабудьте о мнительности и почувствуйте себя хозяином положения. Весы, постарайтесь сосредоточиться на самом главном. Тогда мелкие неприятности не помешают осуществлению ваших замыслов. Вероятно, вас могут ожидать некоторые испытания и трудности, которые придется преодолевать на пути к достижению целей. В среду и четверг ваши партнеры и окружения будут особенно нуждаться в ваших идеях и вашем участии. Отнеситесь с пониманием к проблемам детей и старших родственников. Скорпионы. Груз проблем, оставшихся с прошлой недели, вы сумеете сбросить уже к среде и будете готовы к решению новых задач. А творческое настроение позволит удивлять друзей и коллег по работе свежими идеями. Ваш авторитет на службе возрастет. Вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Начальство оценит ваши творческие предложения. Не стесняйтесь их высказывать и аргументировать. Звезды обещают вам дополнительную прибыль. Стрельцам звезды советуют, общаясь с партнерами по бизнесу, проявить разумную осторожность. Вам потребуется мгновенная реакция и умение быстро принимать решения. Желательно разобраться со старыми, накопившимися проблемами в личной жизни. Если ваш супруг ведет себя эгоистично или транжирит ваши общие деньги, вам не стоит молчать. В четверг хорошие новости взбодрят вас, но стоит проверить их достоверность. Пятница не совсем удачный день для подписания договоров и контрактов. Выходные дни лучше провести дома. Козероги, вы ни перед кем не обязаны отчитываться. Если же кто-то думает, что владеет ситуацией лучше вас, не стоит его разубеждать и вступать в пререкание. Но и слушаться его советов тоже вас никто не заставляет. Во второй половине недели сосредоточьтесь на реализации цели, которой вы стремились не один год. Правда, предварительно не мешало бы убедиться, что вам это все еще нужно. В воскресенье не избегайте гостей в доме, так как от их посещения останется не только немытая посуда, но и ценная информация. Водолеи, от того, насколько вы проявите свое трудолюбие, будет зависеть ваше благосостояние. Не отмахивайтесь от интересных мыслей и оригинальных идей, которые посетят вас во вторник. Начиная со среды, можете смело подписывать договоры и официальные бумаги. Если возникнут какие-то неясности, постарайтесь их дипломатично прояснить. Посоветуйтесь со специалистом. Четверг – хорошее время для начала нового дела. Оно просто обречено на успех. Рыбы вокруг вас зреют заговоры, коллеги могут плести интриги. Однако вскоре многие наболевшие проблемы на работе решатся спокойно даже с какой-то легкостью. Четкий план действий поможет добиться помощи, в том числе и финансовой, у тех, кто старше или выше по должности. Во вторник опирайтесь на свой опыт. В четверг лучше не начинать ничего нового, избегайтесь стрессовых ситуаций. В субботу будет удачным решение заняться ремонтом или благоустройством своего жилища. Вот такую информацию передают нам звезды. Смотрите еженедельный гороскоп на телеканале Видное ТВ и будьте счастливы! Субтитры сделал DimaTorzok